АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Надеюсь, я вас убедил, что никто никуда вас переводить не собирался. Поймите, что я дал себе слово, что верну вас к полноценной жизни. Ну да. У вас в виде диссертации. Да при чем тут диссертация? А что, не при чем? Разве я не ваш подопытный кролик? Какой же вы кролик? Вы мне скорее кошку напоминаете. Дикую. Кому шел? Нам нельзя обратно. Во всяком случае, до тех пор, пока все не выяснится. Так что должно выяснится? Это наши проблемы, Дмитрий Михайлович. Они вам ни к чему. У вас невеста, свадьба, скорая. Нету никакой невесты. Ребенка тоже нет? Ребенок есть. Жене будет. И от малышей я не откажусь. Но на Инессе жениться я не могу. Да. Как же все-таки мужская логика отличается от женской? Да. Возможно, я виноват перед Инессой. Я ее не люблю. А ребенку вряд ли нужна семья, основанная на формальностях, а не на чувствах. Или вы иначе думаете? Я не знаю. Что все-таки произошло? Что вы мне не договариваете? Вы поймите, что я могу вас защитить, вас обею. Вам это зачем? А вы так до сих пор не поняли? Ты проснулась, малышка. Проходите. Василиса, догоняй. Это ваша дача? Нет, моего старого приятеля. Он за границей работает, вот попросил за домом посмотреть. Сейчас включим отопление, разберемся, где здесь что находится. И мне в больницу надо возвращаться. А мы? Вы отдыхаете. Еда есть на сегодня? Вечером я что-нибудь привезу. Более существенного. Как это забежало? А вот так. Эта Калинина соседке по палате соврала, что ее в психиатрию переводят. А сама за ребенкой ищи-свищи. Дмитрий Михайлович, можно вас? Это лечащий врач Калинина. Возможно, он вам чем-то поможет. Здравствуйте. Кузовлев Андрей Ванимович. Здравствуйте. Я занимаюсь поиском Елизаветы и Василисы Калининых. Я слышал, вы что-то знаете об этом. Ну, к сожалению, я понятия не имею, куда она ушла. Так спокойно говорите об этом. Я слышал, что у Лизы амнезия после аварии. Была. Частично. Но утром после визита мужа память к ней вернулась. Такое бывает. В результате стресса. Может быть, поэтому она ушла. Она ушла с ним? Нет. Не думаю. Они поссорились. Я удивлен вашему равнодушию. А вдруг с ней что-то случилось? Послушайте. Как лечащий врач, я сделал все необходимое. А вот заниматься поиском сближавших пациентов не в моей компетенции. У вас еще есть вопросы? Меня больные же. Вопросов много. Но это не в вашей компетенции. Здравствуйте. Меня Ольга зовут. Я соседка по палате с женщиной, которой вы интересуетесь. Она ведь память потеряла. Вы что-то знаете об этом? Кое, что знаю. У нее с нашим доктором были особые отношения. У нее такое гласное миды. Вы уж понимаете, о чем я. Понимаю. Спасибо. Ну что, нашли? Бронислав Аркадьевич. Девка опять пропала. А дочка? Так они вместе из больницы сбежали. Сегодня. Мы чуть-чуть не успели. Черт. Вот что, землю носом ройте. Но найдите мне обеих. Все. Понятно. Это вкратце. Я набросал тебе информацию, чтобы ты понимал, насколько важно найти эту женщину. Скажи, у тебя есть человечек, который проследил бы за Дмитрием Калисоковым? Есть вероятность, что он знает, где находится Алиса. Неофициально, конечно. Спасибо. Мы кое-что забыли, когда убегали. Молодой отрасль цветет, и я подумал, что будет обидно, если в отца не увезетесь. Спасибо. Этот цветок очень много для меня значит. Только что звонили из Самары. Сказали, что объявленная в розыске Елизавета Калинина нашлась и до последнего времени находилась там, в больнице скорой помощи. Подожди, что значит до последнего времени? Ну, сегодня она пришла в себя и тут же исчезла. Вот. Что и требовалось доказать. Ладно. Ладно, готовься. Завтра утром выезжаем. Кстати, я вовремя вернулся в больницу. Успел поговорить со следователем. С каким следователем? Он ведет дело о вашем исчезновении. У него были в вашей с Василисой фотографии. И что вы ему сказали? Не волнуйтесь. Конечно, я сказал, что не знаю про него. Правда, этот Кузовлев. Кто? Завлев. Андрей Владимирович? Да, вы его знаете? Слава богу. Это не следователь, это адвокат моего отца. Дмитрий, я должна все вам рассказать. Алло. Люсь, я не знаю, что мне делать. Дея с беременностью не помогает. Колесников все больше отдаляется от меня. Ну, значит, плохо его убеждаешь. Значит, плохо. А как я должна его убеждать, если он не хочет со мной разговаривать, если он все звонки сбрасывает? Так, тихо. Ну-ка, давай без истерик. А то я смотрю, ты больно вжилась в образ капризно-беременной. Слушай, а сбрось мне его номер, а? Я ему сейчас таких страстей понарассказываю, что он перемчится к тебе, как миленький. Рядом с ними я поняла... Нет, я почувствовала, что такое настоящая семья. Когда ты не одна против всего мира. Когда рядом те, кто тебя любит, заботится, помогает решить твои проблемы. Не плачьте, пожалуйста. Вы не одна против целого мира. Есть я. Я никому не дам вас в обиду. Поверьте мне. Простите, это из больницы я должен ответить. Конечно. Алло, Дима, ты прости, конечно, за поздний звонок. Это Люся, подруга Энессы. Дело в том, что она себя плохо чувствует, а к тебе дозвониться не смогла. Что с ней? Пазматические боли, спина болит. Я, конечно, заставила ее вызвать скорую, ей сделали укол. Ее увезли в больницу. Да в том-то и дело, она отказалась. Ну, укол сделали, ей легче стало. Но я все равно беспокоюсь о ее состоянии, ровно как и о состоянии ребенка. Сама вот на дежурстве приехать не могу. Я, конечно, прошу прощения, но мне кажется, что ты должен ехать к ней. Спасибо. В общем, тут такое дело. Я слышала. Телефон, динамик громкий. Обязательно надо ехать. Значит так. Слушай меня внимательно. Лена. Дим, ты почувствовала, что у меня неплохо? Люся позвонила. Как ты себя еще слышала? Лучше уже. Я только очень испугалась за малыша наш. Что у Раси сказала? Сказала лежать и потому, что приступ может повториться. Так иди. Ложись давай. Я лягу, лягу. Только я чай себе сделаю с ромашкой медой, как врач Елен. Я с вам все сделаю. Ложись. Спасибо. А ты побудешь со мной? Ну, конечно. Рано утром, пока Люся еще дежурит. Поедем, сделаем музей. Надо удостовериться, что с ребенком все в порядке. Никаких соцсетей. Отдыхай. Привет. Доброе утро. Опять приступ, да? Привет, Люся. Нет, сегодня все более-менее. Ну, сделай, пожалуйста, Лизе. Надо убедиться, что с ребенком все в порядке. Ага. Так у меня гель как раз закончился. А ты знаешь, что ты после обеда приходи, и как раз препарат привезут. Хорошо. Подождите. Никаких после обеда. Садись. Я сейчас схожу в нашу аптеку и куплю гель. Ты с ума сошла? Ты что творишь? Что я должна была сделать? Он сказал срочно на УЗИ. Если б я отказалась, он точно что-то заподозрил. Подожди, сейчас попробуй что-то в архивах найти подходящее. Ага. Ну, елки, а? Сроки не те. Господи, ищи быстрее! Слушай, не говори под руку, а? У меня и так внучка была. Беременность была твоя идея. И приступ я вчера изображала тоже по твоей инициативе. Какая замечательная история. Дима, и… Я все слышал. Держи. Может, к хорошему человеку пригласится. Сейчас. Девочка, а где твои родители? А ты куда? Здравствуй. Привет, Димка. Женя, привет. А что, Олег уже вернулся? Нет, не вернулся. Ключи вот оставил, попросил присмотреть задачи. Ну, я с друзьями отдыхаю. Я понял. А то смотрю, незнакомые люди на вере на мне участке. Думаю, разберусь. Ладенько, мешать не буду. Хорошего отдыха. Давай, спасибо. Давай, пока. До свидания. Как вы тут возьми? Мы с Василисой уезжаем. Что опять произошло? Я знаю, как трудно и как плохо жить без родителей. Подождите, Лиза. Дмитрий Михайлович, вы слушайте меня. Я подумала, если вы оставите Инессу, вдруг она поступит так же, как моя мать. А откажется от ребенка. Да не будет никакого ребенка. Инесса все выдумала. То есть как? Получается, она так вас любит, что решилась на обман? Вы невозможная романтика, Лиза. Инесса, она обычная прагматика. Да, слушаю. Я взял выходной. Меня не будет сегодня в больнице. А я в свой выходной обычно пеку пирог. Кажется, на кухне есть мука, да? Вы поймите, о Калинина никто больше, чем Дмитрий Михайлович, вам не расскажет. Ну, допустим. И где же нам искать вашего Колесникова, если вы не дома, и на работе нет, и телефон вне зоны доступа? Понятия не имею. У Колесникова смартфон? Ну, да. Можно попросить ваших отследить его последнюю локацию? Считайте, мы его уже нашли. Дима, пирога не будет. Мука старая оказалась, прогоркла. Что значит не будет? Я сейчас съезжу и куплю. Спасибо тебе, майор. А я умею быть благодарным, ты же знаешь. Все, давай, пока жду. Хочешь так? Ну что, нашлась наша красавица. В общем так, я сброшу тебе сейчас геолокацию. А ты пулей за ней. Бери боксера только. Да. Пулей. Лиза. Андрей Владимирович, как вы меня нашли? Василисов. Здравствуйте. Не подскажете, есть какой-нибудь магазин тут рядом? А то место не закрыто. А как же. Километров двадцать пять в сторону города. Спасибо. Василячек, твой зайка, наверное, тоже хочет апельсин? Вас обвиняют в убийстве отца, Лиза. Я знаю. Я видела газету. Но я этого не делала. Скажите, а кто аннулировал билеты на самолет? Папа. Селиса заболела в тот день. У нее резко подскочила температура. Оказалось, в исполении легких. Вот так мы и остались. Я все видела, Андрей Владимирович. Здравствуйте. Следователь Вальков. И вы здесь. Елизавета Калинина, вы задерживаетесь по подозрению в убийстве и ограблении Виктора и Маргариты Лазовских. Собирайтесь. Ну, ждите. Я предоставляю интересы Елизаветы Калининой и протестую против ее задержания. А вы приходите в отделение, господин Кузеблев. И там в письменном виде протестуйте. Заодно я задам вам ряд вопросов, которые у меня к вам накопились. Хорошо. Собирайтесь. Василечка, ты должна идти к дяде Андрею. Слышишь? Мамочка скоро приедет. Хорошо. Ты слышишь меня? Мамочка скоро приедет, а мы пойдем к тете Лене. Ты же знаешь, тетя Лена. Только не волнуйтесь, я отвезу ее и сразу приеду в отделение. Главное, ничего никому не говорите. И тем более не подписывайте. Сейчас мы поедем к тете Лене. Тете Лене, мы поедем к тете Лене много иголок. Жалеем ваши игрушки. Бронислав Аркадьевич, менты нас все-таки опередили. Я понял. Возвращайтесь. Здравствуйте, Бронислав Аркадьевич. Садись. Калинину арестовали, а дочка в ее увез этот ваш адвокат, как его. Кузовлев? Ну да. И что теперь делать? Подкинуть следствию, доказательство вины твоей племянницы. Тогда она автоматически лишится на следствии. Ну а как мы это сделаем, если она там, в полиции, а не у нас? По процедуре ее должны привезти сюда, по месту ведения дела. Ну, тут мы разберемся. Ну, как ты сам понимаешь, ставки повышаются. Женя, привет. Да, привет, Дим. А ты чего вырезали наш? Ну как, дом стерегу, дверь не заперта. А где Василиса с Лизой? Девочку забрал адвокат, некий Кузовлев. А женщину арестовали, увезли в Саратов. Как арестовали? За что? Сказали, гражданка Калинина, да? Да. Подозревается в убийстве и грабеже. Что за бред? Подожди, кто ее арестовал? Следователь Валько. Ну, это из их управления полицией. Закрой ее все. Я тебе позвоню потом. Из разговоров я поняла, что у них в полиции свои люди. Потом. Потом они поднесли папу и Риту наверх. Они уже были мертвы. И я никак не могла им помочь. Никак. Вы мне верите? Не волнуйтесь, я вам верю. Вот насчет Виталия. Вы уверены, что это был он? Это был он. Я его прекрасно и видела, и слышала. Вы следователь Валько? Да, я. Очень приятно. Я Дмитрий Колесеньков, врач. Что вы арестовали? Елизавету Калинину. Она моя пациентка. После тяжелейшей черепно-мозговой травмы. Вы понимаете, что арест может свести на нет усилия целого медицинского коллектива? Калинина не арестована, а пока только задержана подозрением в умышленном убийстве супруга Влазовских. Так, я думаю, вы это уже видели. Ну, это ведь бред. Естественное слово «полнейший бред». Вы же Калинину видели. Кого она может убить? Ну, вы же сами знаете, что впечатления бывают обманчивые. А вот факты… Нет. Какие факты? О чем вы говорите? О ее внезапном появлении в Доне Влазовских, таком же внезапном исчезновении после убийства и поджога дома. Причем вместе с ней исчезли деньги и фамильные драгоценности на очень большую сумму. Ну, она попала в аварию вместе с дочкой и чудом выжила. Никаких драгоценностей найдено не было в ее еще. Ну, насколько мне известно, в машине на момент аварии она была не одна с мужчиной. Возможно, это был ее совочник. Но он, увы, погиб. Но ведь это все косвенные улики. Прямых доказательств ведь нет у вас? Доказательств пока. Нет. Но есть явный мотив. В случае смерти отца и его жены она становится единственной его наследницей. Но ведь это не является доказательством вины. Хорошо. Прошу. Может быть, тогда вы поможете мне ответить на ряд вопросов? Например, почему она не обратилась в полицию, как только пришла в себя? Да. Почему она не попыталась связаться с отцом своим? У нее была посттравматическая амнезия. Правда? Да. А вы в этом уверены? Вариант симуляции вами не рассматривается? Извините. Всего хорошего. Дмитрий! Очень хорошо, что вы приехали. Хорошего мало. Почему? Потому что я терпеть не могу, когда меня используют. Подождите. Лиза вынуждена была изображать потерю памяти. У нее не было выбора. Ей и Василисе угрожала опасность. Изображать, значит. Выходит, этот следователь Вальков был прав насчет выдуманной амнезии. А может, он и насчет остального тоже прав? Если речь об убийстве, то нет. Вы должны доверять человеку, которому неравнодушны. По-моему, это очень плохой совет. Верить тем, кто тобой манипулирует. Послушайте. Давайте я вам расскажу, в какую ситуацию попала Лиза. Давайте в какой-нибудь другой раз. Я поеду, меня больные завтра ждут. А путь не близки. Наберите меня. Когда захотите, выслушайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вам кого? А я за дочкой пришел, за Василисой. По всем вопросам обращайтесь к адвокату Елизаветы Андрею Кузовлеву. Насколько я знаю, вы с ним знакомы. Я отец Павел Калинин. Вот, она сюда вписана. Отдайте дочь, иначе я пойду в полицию. Вы можете идти куда хотите. Василису я вам не отдам. Девочка находится у нас по поручению ее матери. По какому поручению? Убийца не может иметь никаких прав на ребенка. Вина Лизы еще не доказана. Повторяю, по всем вопросам обращайтесь к ее адвокату. Извините. Извините, а вы не видели здесь пёсика маленького такого? Нет? Ну где он? Петельская, только осторожно. Чарлик! Здравствуйте, а вы не видели здесь пёсика маленького такого, рыженького, лохматого? Нет, не видел. Ну вот куда он мог деться? Чарлик! Понимаете, он у нас хоть и не породистый, но любимый член семьи. Дочка три года подобрала на улице голодного, замерзшего. Мы с женой сначала не хотели его оставлять. Так это я, твой папа. Так просил, так просил. Дома мама ждет. Пойдем. А теперь мы уже и не представляем, как это жить без нашего Чарлика. Извините. Василиса? Чарлик! Василиска, ты где? Василиса! Девочку не видели в оранжевой клубочке? Нет, не видел, нет. Василиса! 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 Выйди. А теперь езжай домой и сиди тише воды ниже травы. Подожди. Если хочешь увидеть дочку живой. Подождите! Баска! Андрей, да я ведь двор уже облегала, нет ее нигде. Но я видела, как Павел быстро сел в машину и уехал. Наверняка он ее увез. Андрей, надо сообщить в полицию. Ну какая полиция, Лен? Он отец ребенка, у него законные права. Не переживайте так. Я сейчас съезжу к этому папаше и узнаю, зачем ему понадобилась дочь. Давай, я перезвоню. Добрый день, Дмитрий. Здравствуйте. Вы получили прекрасные результаты со своей пациенткой Калининой. Мне сообщили, что к ней вернулась память. Это будет прекрасный раздел вашей диссертации. Вы меня слушаете, Дмитрий? Да, конечно. Что, конечно? В чем дело? У вас какие-то проблемы? Ну, решите проблемы, зайдете ко мне. Павел! Василиса! Павел! Василиса! Где Василиса? И почему дверь не заперта? Дочку мою увезли. Забрали, гадая дочь. Да. Ну что, господин адвокат, поздравляю вас. Ваша подзащитная Калинина все-таки решилась сотрудничать со следствием. Два часа назад она подписала признательные показания о том, что она убила отца и мачеху, вынесла из дома все самое ценное, а потом подожгла дом. Да это полная чушь. Я сейчас приеду и спрошу у Калинины, каким образом вы заставили ее так оговорить себя. Подозреваемая указала, где она спрятала часть вынесенных из дома лазовских драгоценностей. Их только что там нашли. Я через двадцать минут буду у вас в управлении. Пожалуйста. Только должен предупредить, что увидится с Калининой. И вам не удастся. Почему? Ну потому что передо мной сейчас лежит ее заявление, в котором она отказывается от любых встреч, в том числе и со своим адвокатом. Поймите, у нее украли дочь. Ее забрал отец, Павел Калинин. Но сейчас девочки в квартире нет. А Павел ничего толком сказать не может, потому что в стельку пьян. Я уверен, что Лиза оговорила себя из-за этого. Ее наверняка шантажировали. Если вы считаете, что ребенок пропал, тогда пишите заявление в полицию по месту жительства Калининых. Я этими вопросами, к сожалению, не занимаюсь. Да. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Это Дмитрий Колесников. Мне нужно срочно увидеться с Лизой. Вы можете помочь? Нет, Дмитрий. Боюсь, вы опоздали. Что значит, опоздал? Что с Лизой? Она написала чистосердечное признание и не хочет никого увидеть. Как так? Я думаю, что это из-за похищения ее дочери. Василиска же с вами поехала. Ее забрал Павел. Отец. Но сейчас ее нет в квартире. А Павел ничего толком сказать не может. Потому что в стильку пьян. Вы можете мне скинуть из СМС к адресу? Я сейчас приеду. Хорошо. Так. У тебя вода. Бананы. Сиди здесь. Ну, стоять. Какая шуста. Будешь себя плохо вести, накажу. Ясно? Сиди. Еще вчера Лиза утверждала, что Виталий связан с убийством Лазовских. А уже сегодня… Лиза обвиняет во всем Виталия? Она видела его на месте преступления. Значит, Лиза написала чистосердечное признание после того, как похитили Василиску? За пару часов до похищения. Как она узнала об этом раньше вас? Значит, ей кто-то сообщил, минуя вас. Такое возможно в КПЗ? К сожалению, да. И даже не очень дорого. Дочку похитил Виталий Лазовский. Ребята, помогите спасти Васютку. Передвигаться можешь? Могу. Мы в полицию. Вы знаете адрес Виталия? Да. Давай, 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 давай. Проходим. Что с дочкой? Спасибо, что согласились поговорить со мной. Что с Василисой? Вы передали, что разговор пойдет о ней. Она пропала. Как? Мне же обещали. Кто обещал? Что? Виза. Кто вас заставил оговорить себя? Вас шантажировали дочкой? Ваш муж, обманув Василису, увел ее. Чуть позже ее похитили. Павел уверен, что к этому причастен Виталий Лазовский. Сейчас Павел дает показания следователю. Лиза. Скажите правду. Поймите, ваши жертвы бессмысленны. Простите, что я это говорю. Но вашу дочку не отпустят ни при каких обстоятельствах. Вы же видели этих бандитов, знаете, на что они способны. Я знаю. У них и в полиции свои люди. Далеко не все. Рано утром один из этих принес мне записку. Там было требование взять всю вину на себя. И сообщить следователю о месте, где спрятаны драгоценности Лазовских. Место было указано в записке. Еще я должна подтвердить все это в суде. Иначе с моей девочкой будет беда. Записку конвойер отобрал и разорвал на мелкие кусочки. Помогите мне. Да. Виталий только что зашел в ночной клуб. Парадис. Я буду ждать здесь. Давно выйдет. Парадис? Там находится подпольное казино. Хозяин клуба. Бронислав Аркадьевич Спицын. Один из самых нечисто плотных бизнесменов нашего города. Андрей Владимирович, это он. Кто он? Человек, с которым Виталий общался в ночь убийства папы Риты. Гронислав Аркадьевич велел Виталию сжечь дом. Вы уверены? Я уверена. Я запомнила необычное имя отчество. Дмитрий, вы слышали? Я почти уверен, что там в клубе удерживают Василису. Сейчас Лиза все расскажет следователю Валько. Я надеюсь, он быстро отреагирует. А вы немедленно уезжайте оттуда. Хорошо. Я сейчас уеду. Дайте мне. Алло, Дима, я тебя очень прошу, будь осторожен. Ты нам нужен. Не, не Василиси. Мне очень приятно это услышать. Не волнуйся, все будет хорошо. Ну что, дело идет к развязке. Парнислав Аркадьевич, а вы действительно намерены держать здесь девочку до суда? Ух ты. Не-не-не. Нет, не намерен. Конечно. А зачем она нам? Ну, она же маленькая, тем более говорить не может. Жалко ей. А может, и дадим ее отцу? Сейчас. На, Сань, сдавай. Ты что, не в курсе, что после того, как ее мать посадят, это твоя маленькая станет какие-то и наследницей Лозунской? Да. Да, майор, слушаю тебя. Что? Черт, как не кстати. Спасибо, что предупредил. Долгу не останусь. Все. Значит так. Покой эту свою маленькую визите. Очень хочет, что расскажет. Боксер! Случилось что-то? Да, случилось. Выдан ордер на обыск в клубе. Кто-то стукнул на счет казино. Значит, все, зачищайся тебе. Саня, давай. Все, давай. Иди сюда. Ко мне, быстро. Здравствуй, Василиса. Пойдешь к маме? Ну, пойдем. Пойдем, девочка. К маме. Андрей, Василиску увозят на машине. Черная бэха. Номер А748АМ. Я еду за ними. У меня в машине GPS-трекер установлен. Отследите по нему наш маршрут. Это вообще ни какие рамки не лезут. Кто за беспредел? Я вам сейчас позвоню, кому нужно, и вам всем не поздоровится. Да сколько угодно. Ну, пока командую я, вы задержаны, господин Спицу. По обвинению в содержании подпольного казино. Также вы задерживаетесь и подозреваетесь в причастии к убийству и ограблению супругов Лазовских. А еще похищение ребенка. Вот уж не знал, что в нашей полиции работают такие сказочники. Ух ты! Не знал, что владельцы ночных клубов играют в куклы. Где нашел? В кладовой. А, ну показывай. Пройдемте. Да. Ну, наконец-то. Виталий Лазовский везет дочку Калининой в сторону карьеров. Данный GPS Дмитрия Колесникова я сбросил. Он едет за ними. Куда он едет? Пускай немедленно уматывает, а туда и не путается под ногами. Я высылаю группу захвата. Все. Да. Умотает он. И что же теперь будет? Надеюсь, у Василисы все будет хорошо. Лиза с тобой разведется, а тебе очень повезет, если она хоть иногда позволит видеть свою дочь. Ух! 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 Стив, 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 стив. Мико. КОНЕЦ Дядя Дима! Дядя Дима, вставай! Дядя Дима! Дядя Дима, вставай! Вставай! КОНЕЦ 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 Все хорошо. КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Раз! Работала! Дядя Дима выздоровел! Что сработала? Я задумала желание, но сбылось! Субтитры сделал DimaTorzok